Здравствуйте, дорогие мои девочки и мальчики! Я сегодня хочу готовить ризотто с шампиньонами и с удовольствием поделюсь с вами рецептом. Он легкий, быстрый и, как всегда, полезный. С вами Наталья. Итак, начинаем, дорогие мои. Я, конечно, хотела готовить ризотто только с шампиньонами. Но у меня же в доме есть мужчина, и он, конечно же, хочет чего-нибудь посерьезнее. Немножко мяса. Но в моем случае это не мясо, это, знаете, вот такие вот кубики, как бы сало немножко с мясом. Посмотрите, вот такими кубиками оно сделано. Это свежее, оно не соленое, в нем нет никаких специй. Поэтому я буду использовать, сделаю своего мужчину довольным. Он хочет видеть немножко мяска в тарелочке, не только грибы. Добавляем, как всегда, нашу ложечку оливкового масла. Выкладываем это наше салко с мясом. Больше мяска, чем салко. Сразу же я буду готовить не с луком. Вот у меня есть такой вот овощ. Лук-порей, по-моему, он по-нашему называется. Здесь, Виталий, его называют поров. И когда готовят свинину и грибы, очень часто используют почти всегда вот поров. Значит, я беру это поро. Возьму от него вот такой большой кусочек. Потому что мы же знаем, что овощи, это дело полезное, и овощи надо кушать. Идем вперед. Вот, как всегда, используем наши золотые ручки. Режем, режем, потому что мяско уже там салко шумит. И потом, знаете, есть у этого овоща очень хорошее качество. Оно наполняет соком наше. Ну что ж, пришло время заняться нашими грибами. У меня вот грибы, видите, такие немножко большие. Джордано предпочитает их без ножки. Поэтому ножку я буду забирать. Я буду готовить их без ножки. А ножку мы, смотрите, как всегда у нас есть, напоминаю, у нас должен быть всегда на готове бульон. И ножку я буду ложить в наш бульончик. Здесь уже у нас есть маленькая кастрюлька, которая кипит. В нее я буду ложить ножки. И наш бульончик только обогатится вкусом от этого. Потому что каждая маленькая вещь имеет, конечно же, большое значение. Каждый шаг влечет за собой последствия. В нашем случае это хороший шаг. И он повлечет хорошее последствие. Ну вот, дорогие мои, наша готовка идет вперед. Вот, смотрите, то, о чем я вам говорила, что этот лук-порей, есть у него такое хорошее свойство, что он растворяется. Посмотрите, его уже здесь практически не видно. Он превратился в эту приятную кремину, которая сделает наше ризотто очень вкусным и очень богатым. Что мы делаем сейчас? Мы сюда уже готовы положить сольку с перчиком. Я держу это дело всегда смешанное, мне это удобно, мне не надо использовать две баночки. Вот. И сразу же мы добавим, мы добавим немножечко вина. Совсем, как всегда, столовую ложечку. Вот, чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот, все. Теперь мы туда же отправляем лимончик. Все ингредиенты, ребята, я вам напишу под видео. Это наш прекрасный бульон. В нем лучок, морковка, ножки от наших шампиньонов, петрушечку, стебельки-петрушечки. Потому что я петрушечку уже приготовила, листочки, чтобы заправить. Я отобрала только листочки, а стебельки я положила в бульон. Он только обогатит вкус. И занимаемся нашими грибами. Подготавливаем грибы, потому что уже подходит время нам загружать грибочки. Сейчас сезон грибов. И очень многие ходят в лес собирать грибы. Мой сын вчера мне прислал видео и со своими друзьями поделился. Где он со своей прекрасной семьей, со своими детками, со своей умничкой женой. Они собирали грибочки. И сезон грибов. Он меня вдохновил. Я вчера посмотрела, он меня вдохновил сделать сегодня вкусное ризотто с грибами. Конечно, это не то, чтобы те грибы, которые собирал вчера мой сын со своей семьей в лесу. Но все равно грибы, они пахнут. Так, друзья мои, под крышечкой наши грибочки притомились буквально 5 минут на таком среднем огне. И вот они уже из себя дали очень хороший сок. Я не знаю, видно ли вам, но я его слышу, потому что с вином и с лимонным соком, как всегда, и аромат получается хороший. Тут у нас немножко перчика. Так, что мы не положили? Мы не положили чесночок. Хоть у нас и есть звук порей хороший, но чеснок, знаете, дело незаменимое. Это все минералы, которые нам нужны. Это маленькая нотка вкуса для аппетита. Приучайте потихоньку своих малышей, своих деток. Ложите по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кладем рис. Буду рассказывать. Как всегда, я для одной персоны ложу 3 ложечки риса. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И одна, как всегда, на добавку. Потому что добавка, это же такое дело, она должна быть. Вдруг кто-то захочет еще одну ложечку. Так, как всегда, вот так вот мы ложим в такой момент рис, чтобы он выпил сок, который здесь сейчас есть. И таким образом, как бы прожарился. Таким образом, этот крахмал, это амидо-ди-рисо, крахмал рисовый, который есть в зернинках, он останется внутри. Он не будет выходить наружу. И наш рис не расползется. Он останется хороший, целенький, и у нас будет хороший результат. У нас будет прекрасный ризот. Итак, наступил момент, чтобы мы добавляли уже сюда наш бульончик. Идем вперед с бульончиком. Первые шаги мы делаем такие, знаете, широкие шаги. Мы не боимся, что здесь у нас будет много бульона. И наш идет вперед. Вот здесь под крышечкой есть чудесный аромат. Достаточно бульончика. Темноватый он получается, потому что наши шабриньоны имели под шапочкой темный цвет. Ну, ничего не поделаешь. В этом нет ничего страшного. Только будет более сильный и выраженный вкус грибов. Я этому рада. Я тем временем начинаю подготавливать петрушечку. Знаете, а вы можете, когда вы готовите, привлекать немножко помощь своих родных. Детки вам могут помогать. Смотрите, вы можете дать деткам ножнички. Они возьмут веточку петрушечки и вот так вот аккуратненько, потихоньку вам помогут. Порежут петрушечку. Это, знаете, хорошо. Время, проведенное вместе с заготовкой пищи. Мы чувствуем себя защищенными, когда вкусно пахнет. Это хорошее время для семьи поговорить немножечко. Так, детки, у вас немножко чему-то научатся и вы больше времени вместе проведете. Привлекайте деток. Это очень хорошая идея. Ну вот, наша петрушечка мелко-мелко-мелко-мелко насеклась. Она нам даст цвет, вкус в нашем ризотто. А ризотто, тем временем, оно уже у нас на плите 10 минут. И поэтому уже пришло время его попробовать. Как там оно? Пора ложить петрушечку. Мы все сделали вовремя. Так. Петрушечка здесь хорошо. Хорошенько все перемешиваем. Еще раз добавим немножко, как всегда, бульончика в самом конце. Потому что, когда мы перемешиваем вот так вот ризотто, оно должно, знаете, быть такое немножко жидкое. Оно ни в коем случае не должно быть такое, знаете, густое. Потому что это будет не ризотто. Ризотто, оно должно иметь консистенцию, чтобы оно немножко распорвалось. Так, выключаем газ. И в этот момент добавляйте сметанку. Сметанку или сливки, что вы там любите. В моем случае это маскарпоне, потому что оно достаточно густое. Оно не даст много жидкости. Но сделает эту самую замечательную кремину, к которой мы стремимся. Ризотто, оно тем и славно, что оно должно быть кремозу. Конечно. Так, сюда добавим еще сыр. Потому что овощи. И, как всегда, немножко нашего пекорина. Как всегда, немножко нашего пекорина, которую мы очень любим. Оно такое пахучее. И все. Все-все. Мы готовы. Мы готовы. Пару минут, и мы идем за стол. У нас получилась прекрасная, ароматная, чудесная резотто. Вы только посмотрите сюда. Вы только посмотрите сюда. Какая вкуснота. Как пахнет. Приятного аппетита. Я уверена, у вас будет хороший результат. С вами была Наталья. Продолжение следует.